И овчаркин даунет лайт. Ну, тут, конечно, глупо отрицать, что овчаркин очевидный перевес в скилле, но разные физики. У них разные физики. Да, он будет банить Эниггма. Чаркин волнуется, может тайминг поставить, так что да, мы поставим. Играем 10 минут цпм, потом 10 вк3, да. И мы сейчас вот в режиме онлайн. Будем следить за пиками банами. Вовчар банит первым. Банит Энигму. Банится Медива. Минус Энигма, минус Медива. Скоростной парень. Так. Банна от Овчаркина. Амарант. И... Абидос, либо Контач. И дамплак банит Контач. Оставляем Абидос. Ну эффект, ну не расстраивайся. Мы завтра можем ее увидеть на самом деле. Потому что мы ее поставили на обе стадии. Делаем промотт 1. Переходим к нашим игрокам. И играем цпм. 10 минут. Ну на сегодня и на завтра. На новость, на одну вторую. На полуфинал, финал тоже. Мы поставили тоже эту карту. Потому что она очень какая хорошая. Да, спасибо вам за объяснение. Так. У Овчаркина, слава богу, есть какие-то роуты. Я же думал, он не играл. В понедельник, наиграя, Зевдовль. Да. Ну и в общем-то, да. Играем первую физику цпм. Там по рейтингу у нас Овчаркина, на нитлайт. Разрыв в целых 300. Ну и давайте проследим за Дамнедом. Что у него получится. Что у него не получится. Но на самом деле, я бы не считал, типа, ну это Дамнед, да че. Ну то есть, понятно, что там Овчаркин, да. Но суть-то в том, что нельзя ни в коем случае недооценивать своего противника. Это основной принцип вообще любого турнира. Потому что человек показывать может на варкапах, где-то в онлайне, да. Один результат. А потом подготовиться к этому турниру. Таким образом, что... Да, у Псины неплохой роут. И финиширует. Нет, не финиширует. И вот сейчас, наверное, не финиширует. Нет, не финиширует. Все-таки решил не финишировать. Оставляет он себе пустой слот в месте, где должен быть тайм. И, собственно, как и Дамнед Лайт, пока что без таймов мы сидим. Никто пока не лидирует, но видим мы, да, что это реакции чата. И в целом, я думаю, видно, Дамнед Лайт почему-то залагал. Не лагай, братишка. Дамнед Лайт крутую, кстати, ракету ловит сейчас наперед. Вот, и на самом деле, может, сейчас... Нет, вот Овчаркин. Да, Овчаркин 33,3 делает. Немножко нервничает, Дамнед Лайт, ничего страшного. И тоже, так же, Дамнед Лайт сейчас финиширует. Да, 45,7 делает. Лидирует пока что Овчаркин. 33,3,3 это не очень быстро, кстати, КАССР. Акшу да. Это не очень быстро. это действительно не быстрый что касается тебя так дамы плать ловит кстати вот дамы плать на самом деле очень классные ракеты ловит запускает их не в пол а именно в стену это может дать ему определенный плюс на самом деле потому что он будет начинать набирать высоту но мы раньше чем пустим овчарки но с другой стороны овчарки используют плазму что дает ему более стабильный набор высоты именно в плане скорости вертикальный так что даже не знаю даже не знаю такое такое очень спорный вариант естественно каждый находил себе роут по плечу я думаю не было смысла пытаться сделать что-то нереально хотя с другой стороны типа можно найти роуты смысле высо выкуплять москаль ты хочешь ван деды взять сириусы ладно потом с тобой дома поговорим ну и а что я уже сбился если честно ну и конечно же можете подписаться на наши любимые каналы это опен сайбер лига и мечте не слышь в отдых через нули также можете посетить и дэв комс кастинг прошли вот эти вот все люди все у них хорошо но геймрок на самом деле тут по идее сможет ли тут и фрути обойти овчарки ха типа ну как бы мы же все все же любят судить именно поводов овц а по версии до фвц обчарки топ 3 по моему сделал на одной карте в норм тайме топ 3 классная система отчета у нас очков на самом деле на дофвц топчик вообще а не факт что они потом будут играть эту карту факт что они попадутся ну и что сделал он потом сделает еще быстрее тут и фрути на самом деле может пойти и тренировать уже сейчас может пойти тренировать допустим некоторые следующие карты данные финальные я понял понял я принял позицию понял осознал ее я думаю что мы вам перезвоним как только у нас появится некоторая информация давайте обратимся к таймам 45 и 7 по-прежнему у давных лайда и 33 ты по-прежнему у овчаркина суть в том что как только они поставили свои первые таймы они больше не улучшали свои результаты в течение всего этого времени по моему если я не пропустил люси кап и нос на первом этапе кап и скай точнее нашей скала карты нету нос на сфера ту мы тоже не видели да там ее баня постоянно ну и карту неделю назад так отличный подъем от овчаркина файлит отстрел от ракеты пять дней пять дней это ты получил карты пять дней надо внимательнее быть амаранту люси делал я ничего не делал так опять же отличный подъем файлит доставала на самом деле остается полторы минуты в физике цпм дамаг проседает на 10 секунд перебивает себя делать 44 4 и вот овчаркин сейчас может прямо совсем сильно оторваться очень пока что хорошо идет ну зафейлил конечно но тем не менее несмотря на запиночку небольшую 37 8 делает возможно осознает но он конечно мог и до этого осознать что да я дам надо размажу а сейчас вот дам вот остается минута он сейчас просто возьмет и перебьет просто возьмет и перебьет нельзя никогда нельзя недооценивать соперника 31 это не на паск, так... 31 это не на паск 2 так... не сильно... хехехехе нос мой не поли контору Дамнет либо имеет повышенную сенситивиту Либо у него немножко нервы, конечно, шалят Но, по-моему, это немного нервы Пишет рип в чат Да, остается совсем немного времени Совсем-совсем прямо немного И мы сменим физику на VQ3 Более удобную для Дамнет Лайта Да, такое бывает Вчаркин сейчас прямо аксессу в лицо Мог 41 Но так запору Да, к сожалению, да 44 и 31 у нас таймы Меняем физику на VQ3 И поехали Предельно скоростное прохождение Сейчас будет нам демонстрировать Дамнет Лайт Ковчаркин пошел пить кофе А, пойду я, говорит, молью-ка о себе Кофейка Так, секунду Видимо, да, что Дамнет себя чувствует Более уверенно в данной физике Более хорошо у него все получается Кофе Продолжение следует... Кофейка Не, у дамы то есть преимущество на самом деле. Так, концовка 2-3 не самая удобная на самом деле и хватаемо у нас минута для данной Клайда и ничего, абсолютное тире, минус. Просто как отрицательный результат как карма овчаркин и тайм такой же. Да, овчарка возможно первый раз вообще играет в ку-3, поэтому не знаю, но он уверен, я думаю, что он уверен просто в своих силах, что Ай, да че, дам, 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 дай, да че он мне сделает? Вот возьмёт и сделает, просто возьмёт и сделает. Просто вот видите, вот не получается Обчарки карма, карма А Дамнет Лайт это как бы борец за свободу Это свет, это же Это Лайт, у него написано же Не пройдет А как быть вот если Вот в этой ситуации нос Как мы решим этот вопрос Если Дамнет Лайт Если Обчарки не пройдет только 3 Но при этом Дамнет Лайт пройдет Или пройдет закупление Ну а как мы решать будем этот вопрос Да нет, на самом деле Мемы, мемы, да, как говорится Но Овчарки на самом деле Имеются некоторые проблемы Он пытается использовать просто дорожку Вокутришную В ЦПМ Давай, Дамнет Лайт, давай Давай Проклятый свет, давай Не, ну там и план хорош Кстати говоря Тут как бы Не скроешь, да Так, вот он уже на финише на самом деле И может сейчас поставить около 50 секунд Суни по всему Отстреливается Давай, давай Блотрикс, что ты говоришь Блотрикс И Да В 54 Просто Да, да, да В 54, 5 Делает Дамнет Лайт Просто Просто красава Такой красава Который вообще Ну про Красава Ну что ты поделаешь Ну что, что сделаешь Красава Он и есть красава И финиш Вокутри Конечно Неудобный Но это не значит Что Нехороший Так скажем, да Ну нормально Да нормальный финиш На самом деле Типа А он неудобный Если Как бы Это самое Поднимается У нас Сильно сейчас А Дамглай Кстати, уже на финише Находится И может сейчас залететь Нет, не получается Немножко поторопился На самом деле Было бы неплохо Делать там Два Так, пёс На самом деле На финише И Не долетает 43 44 45 Да, ну Да 47 44 Ставит пёс Но на самом деле У Даму-то Если он сделает Если он с первого раза Пройдёт Карту То Всё будет Очень даже Ничего 4 минуты Остаётся Давай, Дамы Плать Потей Не нервничай Нервничай Не торопись Главное Не торопиться На самом деле 4 минуты Для дефрага Это очень много Это мы думаем Ооо 4 минуты Что можно успеть За 4 минуты За 4 минуты Можно успеть Раз 30 Пройти эту карту Поэтому Давайте Не будем Для ля Да Как говорится И На данный момент Положение Таймов Такое У Овчаркина 47,4 У Дамы 54,5 И Ооо 41 Делает Овчаркин Кто на сумме Близбет Ласт Пак Пёрт Хе 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 На самом деле Там еще можно 2х Накинуть В конце Особенно В Q3 Да и в цпм Кстати тоже Но в цпм Это менее Реализуемо Чем в Q3 А что он Нагнетает Что Что Рандрей Что тебе не нравится Братишка Конец тебе Светище Проклятое Да Так К сожалению Ну Пока что Еще Нет На самом Деле Типа Рано Делать Какие то Выводы Потому что У Дамы Длайда Дорожка Явно Побыстрее Чем У Пса На мой Взгляд Да Давайте Все Поднимем Щиты За Дамы Длайда Я думаю Что Ему Будет Как Минимум Это Приятно Что Его Поддерживают Любят И Ждут Дома Да Я Вчаркин Сейчас Ставит 39 4 54 По Прежнему Даймон То Он Может Исправить Эту Ситуацию И Делает 41 5 Это Очень Даже Достойный Ответ Чаркину Так что Не стоит Ни в твоем случае Недооценивать Своего соперника Как я это говорил Раньше 2 минуты У нас Остается На таймере Ну Не сделает Ну Ну Кианекс Ну Понятно Что Не сделает Ну Нельзя же Просто Говорить Ну Все Вин Ну Все Изи Ну Окей Нужно Нужно Всегда Стараться Лучше Понимаешь Кианекс Поэтому Ты не Не Участвуешь Здесь Брат Ты не Постарался Лучше И К сожалению У тебя Не получилось Хотя Я уверен У тебя Бы Могли Получиться Очень Даже Хорошие Результаты И Овчаркин 39 5 Сейчас Ставит Данклайд Остается Полторы Минуты Главное Не Перестараться Правильно 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 Подмечает Илья Все Северно Главное Не Перестараться Да Участвую Вы Договорились А Окей Я понял Ой Что-то Меня Все Золотало Прошу Прощения Остается Минутка Целая Минутка Шутка Минутка Как бы Грица Процесса 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 У меня сейчас В компьютере Происходили Прошу прощения Немножко Залагало И В обе Физики Судя по всему Побеждает ФПС Овчаркин Я думаю Что ФПС Могут Им Гордиться При проведении Этой Дуэли Ни один Роу Не был Украден И Овчаркин Просто Уже Стоит Ничего Не делает И Домной Твайт Тоже Пишет ГГ Я думаю Можно Тогда Писать Стоп Ну Как бы Они оба Бездействуют Остается 15 секунд Точнее Уже Не остается И Да Такие Вот Дела Давайте Перейдем К сепке И Увидим Положение На данный Момент Овчаркин Борется Будет бороться С Тутифрути В завтрашнем Не А далее Мы увидим Шторма Против Монстрика